Всех приветствую, вы на канале CryptoCommons, и сегодня мы посмотрим на биткоин немного под другим углом, нежели смотрим на него обычно. Если вам нравится криптоконтент, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы у нас новенький. Поехали. Отключаем пока логарифмический канал. Те, кто меня смотрит регулярно, вы, наверное, знаете, что я в целом за To The Moon настроен по быче, и сейчас объясню почему. Сперва. Но после этого я хочу рассмотреть альтернативный сценарий событий, который может случиться. Ну смотрите, есть некие закономерности на BLX индексе биткоина, которые нельзя отрицать. Каждый раз, когда мы переписываем свой предыдущий all-time high, биткоин начинает двигаться параболически и улетает еще выше. Посмотрите, это было здесь, это было здесь, и это происходит у нас сейчас, вот здесь. Об этом у меня есть более подробное видео, он называется «Циклы биткоина», сейчас появится сверху. Если вам интересно, посмотрите, там более детальный анализ. Второй момент, который здесь можем отметить, тоже немаловажный, это то, что на пути наверх к новому максимуму мы встречаем промежуточное сопротивление, которое было вот здесь, вот оно было вот здесь. И сейчас, похоже, что оно тоже у нас происходит. И очень интересная в этом деталь то, что, смотрите, это промежуточное сопротивление, если провести линию. Да, вот оно у нас было вот здесь, посмотрите. Мы его долго не могли пробить, пробили, и оно же в итоге оказалось ультимативной поддержкой медвежьего рынка, следующего медвежьего рынка, то есть биткоин на ней нашел свое дно. То же абсолютно самое мы видим здесь, вот оно первое сопротивление, как вы можете видеть. Здесь мы долго с ним сражались, не пробили, потом пробили, закрепились как на поддержке, и снова, ребята, ультимативное дно следующего медвежьего рынка. То есть, все, конечно, может быть по-другому, биткоин не повторяет себя. Но если следовать этой теории, то нас с вами еще ждет пик, которого не было, потому что мы сейчас сражаемся как раз с этим ультимативным сопротивлением. Можно сказать, что оно, кстати, не вот тут наверху, а чуть ниже, вот здесь и вот здесь, на вот этих двух уровнях, как вы можете видеть. И таким образом это очень хорошо сочетается с нашими уменьшающимися возвратами. То есть, посмотрите, первый раз биткоин с пика до промежуточного пика поднялся на 600 с чем-то процентов. Второй раз с пика до промежуточного пика поднялся уже всего на 200% без малого. И в этот раз, на самом деле, если мы даже подвинем чуть-чуть это сопротивление ниже, потому что вот оно объективно было, и вот оно объективно ретестилось как поддержка. И здесь тоже было сопротивление. Таким образом, да, у нас получаются уменьшающиеся возвраты. То есть, здесь мы опять же набрали еще меньше, всего там 91%. Соответственно, но, если следовать этой модели, то, что у нас все-таки есть четырехлетние циклы, халвинги, да. Знаете, первый раз после промежуточного сопротивления биток набрал 640%. Второй раз после промежуточного сопротивления биток набрал 500%, чуть меньше. И третий раз он может набрать, ну, 200-300% консервативно. Даже если 200 он наберет, то это даст нам цену 139 тысяч долларов за биток. Но он может и больше набрать, на самом деле. Тысяч на 200 мы можем улететь. И это мой основной сценарий, которого я придерживаюсь, как вы, наверное, знаете, если вы меня смотрите. Опять же, беря внимание, печатный станок ФРС, тотальный коллапс рынков. Но многие, кстати, думают, что это и биток тоже за собой тянет, так как это рисковый актив. Но я считаю по-другому. Но сейчас мы для этого видео это мое мнение оставим и попробуем максимально объективно посмотреть на вещи. Также мы видим, что вот у нас есть логарифмический канал. Статистически, опять же, у нас вершины совпадают с его верхней границей. Вот здесь, вот здесь. До которой мы еще не дошли в этом цикле. И также дно у нас тоже совпадает с его нижней границей. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. И мы сейчас скорее устремляемся ко дну. То есть это ничего нам не гарантирует. Это не значит, что мы сейчас дойдем до дна или что мы его не проколем даже. И не значит, что мы дойдем точно до вершины. Мы можем зажаться и в более узком боковике. Но, тем не менее, факт остается фактом. И это у нас есть. Теперь, что хочу я с вами рассмотреть. На графике Bitstamp это будет видно. Что хочу я вам сейчас показать, ребята, это, скажем так, не очень хороший сигнал для быков. Посмотрите внизу на Cypher B, индикатор, по которому тоже у нас есть обзор. Сейчас он появится сверху. Обязательно посмотрите, если вы еще не видели. Это очень крутой индикатор. Это точная копия индикатора Market Cypher Crypto Face. Но она бесплатная, поэтому, если вы хотите, можете все установить ее у себя. Называется VMC Cypher B. Вот так вот. Есть еще Cypher A, но он чуть-чуть для другого. Смотрите, какой здесь интересный момент сейчас происходит. Мы видим глобально. Вот эта штука называется Money Flow. Она бывает зеленая и красная, как вы видите. Когда она зеленая, деньги идут в рынок. Когда красные, деньги уходят с рынка. И что мы здесь видим? Глобальная синусоида. Бычий и медвежий. Бычий и медвежий рынок. И снова бычий. Но сейчас, что мы видим, что Money Flow практически уже сравнялся с нулем. И все это происходит на гигантской медвежьей дивергенции, которые были вот здесь. Я в прошлых своих видео говорил, что у нас были также и вот здесь гигантские медвежьи дивергенции. То есть, это нам ни о чем не говорит. Мы можем пойти еще выше гораздо. Это нам говорит лишь о том, что уже в какой-то момент скоро перелом тренда наступит глобального. Но сейчас, как вы можете видеть, у нас эта дивергенция не сопровождается всплеском объемов и ростом Money Flow. Так вот, для быков нам сейчас очень важно видеть, чтобы мы, конечно же, удержали зеленый Money Flow. Тем не менее, бывают и вот такие вот штуки, как на Corona Dump, когда у нас непонятная штука была. То есть, то красный, то зеленый Money Flow. И в итоге мы выходим все-таки в зеленую историю. Но это сопровождается и вот таким вот жестким дампом, как вы можете видеть, когда в моменте биток ушатали на 62%. Поэтому, друзья, хочу вам сказать, что я сейчас более осторожно смотрю на этот рынок. Я, конечно, очень хочу быть быком. Я хочу верить в то, что это еще не все. И это не двойная вершина с повышающимся пиком, а что это треугольник с поджимом наверх, из которого мы выйдем на новые хаи. Но объективно сейчас, как вы можете видеть, мы с этого треугольника выпали вниз. И с этим надо считаться. Поэтому, что мы сейчас хотим видеть, так это, чтобы биткоин пошел хотя бы вбок. Мы можем сейчас, конечно, нарисовать более такой растяжной паттерн флета с повышающимся пиком и даже понижающимся минимум с медвежьей ловушкой и уйти вбок, как это было на фондовом рынке. Но в итоге, что я жду все-таки по биткоину, это то, что даже если у нас будет здесь вот такой красный Money Flow, то мы не уйдем сильно ниже. Я не жду никаких там 15 или там даже 10 тысяч за биткоин, как сейчас многие армагеддонят. Я, если честно, даже 20 не жду, потому что исторически, если вы посмотрите, мы никогда не уходили ниже предыдущего хая. Это не значит, что мы точно не уйдем. Но, тем не менее, это информация, с которой стоит считаться. Поэтому, ребят, очень интересная сейчас развилка. Тем не менее, я все еще нахожусь в лонгах после серьезного, конечно, подслива. Короче говоря, рынок становится такой. Он, конечно же, бычий на больших таймфреймах, но на меньших он медвежий. И я говорю о том, что у нас могут сейчас просто очень долго поконсолидировать. Тем не менее, давайте посмотрим на 6-часовой таймфрейм. Что мы здесь видим? Это желтую точку, которая отыгрывает прямо сейчас. Как вот она отыгрывает, я вам говорил. Смотрите, она была вот здесь, но мы упали ниже. Но это значит, что в моменте уже здесь накапливалась сильная позиция. Она никогда... Кит не может взять вот здесь всю позицию. Он накапливает, накапливает, накапливает. И здесь еще до накапливает. Это поход за стопами и сбор ликвидности. Короче говоря, сейчас с высокой долей вероятности я жду биток куда-то на 42 хотя бы, а то и на 44. Потому что напоминаю вам, что здесь мы с вами откупали это как дно. И в долгую на споте это, я думаю, не самое плохое решение. Но в краткосрочную на фьючерсах, сами видите, что происходит, вытряхивают всех и вся. Поэтому я думаю, что мы сейчас вернемся туда и закрепимся там. А дальше будем смотреть, что происходит. Опять же, это очень сильный уровень был еще вот здесь. И здесь это было с сопротивлением. Так что я думаю, мы пойдем все-таки сейчас его ретестить. Плюс, конечно же, посмотрите на эту картину. Посмотрите на вот этот паттерн. Ничего он вам не напоминает. Особенно локально, вот на 30 минутках посмотрите на этот паттерн. Он называется It's time to sell. Когда, скажем так, неопытные трейдеры все распродают. Ну здесь, во-первых, у кого-то каскад ликвидации, кто не выдержал, не прошел по обеспечению. То есть принудительные продажи. Ну и плюс слабые руки вытряхивают с рынка. То есть те, кто боятся за свои депозиты, хоть что-то хотят оставить, тоже здесь продают. Поэтому сейчас по всем параметрам мы идем наверх. Это может быть не так, не прямой линии. Хотя может быть и так, конечно. Это может быть всячески вот так вот. Или даже вот так вот. Поэтому нужно быть готовыми ко всему. Я думаю, что имеет смысл разгружать часть позиций. Что я, собственно, и делаю. Забирая хоть какие-то прибыли. Но пока, по чесноку говоря с вами, отбивая лоси с предыдущих покупок. Тем не менее, так это и происходит. Поэтому, друзья, не отчаиваемся. Берем себя в руки. Достаем свои заначки. И аккуратно, аккуратно весь этот диапазон проторговываем. Если вы трейдер. Если вы трейдер, вам сейчас дадут забрать движение и вверх, и вниз. И снова вверх, и снова вниз. Грубо говоря, какой-то коридор у нас образуется. Которым можно это дело все отторговывать. Естественно, с риск-менеджментом. Со стоп-лоссами и так далее. Либо в небольшом плече или на споте. Но сейчас вот эта просадка, конечно же, это было отличное время, чтобы взять небольшое второе-третье плечо. Что, собственно, я и сделал. Напишите в комментарии, что сделали вы. Большущий респект товарищу Пифагору за его индикатор Global. Потому что его сигнал Strong Long снова отработал безупречно. Как он отрабатывал вот здесь и вот здесь. И все, кто в моменте хейтили, когда мы ушли чуть-чуть ниже. Посмотрите лучше, как сейчас это отрабатывает. Поэтому в краткосрочной перспективе бычий дивер нас ждет по-любому сильный отскок. Куда-то сюда, куда-то сюда, как минимум к сетке поддержки. А там посмотрим. По поводу дэша, в который я всех засадил и теперь меня все так хейтят. Я все еще верю в проект. Я его набираю здесь очень агрессивно. Набираю на спот в основном и в кроссе тоже набираю. Налосил я на нем очень прилично, как и многие из вас, наверное. Вот этого падения я не ожидал. Откупал его вот здесь конкретно. Пришлось выйти по жестким минусам, чтобы не смыло мой кросс-счет. Ну что, теперь откупаю обратно. Жду опять же его возврата по аналогии с биткоином куда-то вот в уровень 135-155. А там будем посмотреть. Там, скорее всего, будет продолжение роста. Но пока не уверен, что такого взрывного, как мы прогнозировали с вами раньше, возможно, будет, конечно, изнурительный флет. Потому что пара Dash BTC, опять же, посмотрите, как падает. Сейчас альты к биткоину падают. О чем нам свидетельствует график доминации биткоина, который отскакивает на желтые точки. То есть сейчас в моменте альты к битку, скорее всего, будут красные. Но я все еще думаю, что вот это сопротивление по доминации должно отработать хоть как-то. А вернее, даже здесь будет сказать вот какое-то такое кривое сопротивление. То есть, грубо говоря, вот эта зона примерно 44-45% по доминации, я думаю, что не будет сразу пробита. Может быть, ложно. И потом, вполне возможно, даже уйдем еще ниже. Но, опять же, эта метрика сейчас уже практически не распространяется на ваши торги в паре Dash BTC, Litecoin BTC и так далее. Потому что, как вы можете видеть, эти альты уходят вниз из топа. А в топе у нас сейчас кто? Cardano, Solana, Luna, Polkadot, Avalanche, Polygon. Поэтому вот эти альты, на самом деле, сейчас и рулят индексом доминации, поскольку в них очень много денег, ребята. И, как я вам и говорил ранее, я все еще считаю, что не глупо хеджироваться шортами перекупленных альтов. Я, честно вам скажу, я этого сам еще не делал. Но, кстати, вот сейчас смотрю на Avalanche и думаю, что, может быть, буду еще делать. Буду искать точки входа для шортов по перекупленным альтам. Как я вам и говорил про Solana по 240 долларов. Ну, еще по 200 я говорил, но все смеялись надо мной, когда она ушла на 240. Говорили, что она идет на 1000. Я вам говорил, ребята, актив, который недавно стоил 2 доллара, не может не упасть. Он может, конечно, сходить еще выше, что он и сделал. Он мог еще выше сходить, даже вот так. Но он неумолимо пойдет вниз, как минимум, на вот эти вот уровни своих предыдущих сопротивлений, а то еще ниже. То есть 50-60 долларов. Я думаю, что и ниже он уйдет. Поэтому, ребят, кто зашортил Solana, большой всем респект от Грини. То же самое и про Луну, и про Матик. Вне зависимости от того, какой крутой проект. Solana, тем не менее, сеть 72 часа лежала в офлайне, насколько вы знаете. Луна, то же самое. Посмотрите, она еще даже сильно не падала. Я думаю, что Луну все еще имеет смысл шортить. Но просто не забывайте о том, что шорт, это тоже не прямая палка вниз. А это вот такие вот качели с отскоками дохлых кошек. Но в целом, очень-очень даже неплохой нефинансовый совет я вам давал. Надеюсь, кто-то им воспользовался. Я читаю в чатах, что многие зашортили Луну вот здесь вот и находятся сейчас в отличной прибыли. Не забывайте забирать прибыли, ребята, находясь в шорте, тем более. Потому что в целом это глобально растущие рынки. Я вам напоминаю, что криптовалюты. Посмотрите, вот где раньше торговалась ваша Луна. И осознайте, что да, конечно, у нее сейчас есть потенциал для падения очень хороший. Куда-нибудь к двухнедельным кользящим средним, которые только образовались. Вот я, кстати, туда и нарисовал, видите. Там в район 20-30 долларов вообще как пить дать. Но не забывайте, тем не менее, еще раз, что это растущий рынок. И в долгую он всех шортистов поимеет. А все лонгисты получат профиты. Так это работает. Поэтому, друзья, нефинансовый совет дисклеймер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. С вами был Гринни. Всем профитролей. И скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok